Театры нации. Что создаётся на сценах Малой России? Есть ли возможность побега из выхолощенной и бесчувственной реальности? Об этом мы не только поговорим с народной артисткой России Чулпан Хаматовой. Это интервью 360. Чулпан, здравствуйте. Итак, 27 числа в Дубне стартовал уже 13-й фестиваль театров Малых городов России. Это важное мероприятие для участников. Понятно. А что оно значит для вас? Оно значит надежду на сохранение важнейшего вида жизни. Я считаю, что искусство – это та часть жизни, которая и создаёт продолжительность её, и вообще осмысленность. Это такой важнейший фестиваль, что в каждом маленьком городе, я сама из города Казани, я не москвичка, я в провинциальном городе получила вот этот вот багаж. Иммунитет против пошлости, против серости, против стандартообразности благодаря литературе и благодаря театру и благодаря местной филармонии. То есть я понимаю, насколько это важно людям во всей стране иметь у себя дома некий центр, такой очаг пристрастный, где ты можешь получить хоть какие-то ответы на все мучающие тебя вопросы. «Час, когда в душе идёшь как в руки» – это название спектакля по произведениям Белла Ахмадулиной и Марины Цветаевой. Но кроме вас на сцене ещё присутствует саксофон и фортепиано. Как вам в такой компании находиться на сцене? Вы знаете, я расскажу предысторию создания этого спектакля. Это мои друзья – прекрасные саксофонисты Вероника Кужухарова и пианистка Полина Кондраткова. Этот спектакль на самом деле создавался из какого-то внутреннего желания поделиться с друзьями и не более того своим видением этого материала, который нас всех троих очень возвышало и подлечивало, наверное, от какой-то такой бытовой составляющей сегодняшней жизни. И мы показали одну часть друзьям. Было несколько вечеров у меня дома. Это история Марины Цветаевой? Да. Это проза Марины Цветаевой «Мать и музыка». Потому что я очень давно мечтала прикоснуться. Я никогда не решала сделать это со сцены. Я слишком ее люблю, ценю и уважаю как поэта. Поэтому вот эта вот моя обожательная робь, оторопь перед ней, она не позволяла перейти эту границу. И тут мы рискнули сделать прозу. Все-таки это не стихия. И друзьям так понравилось. И они сказали, а почему вам не показать это зрителям? А мы сказали, ну это же будет никому неинтересно, это так сложно, это так... И мы попробовали первый раз в Петербурге. И оказалось, что кроме нас это еще интересно. Пусть и сложно, но понятно. И есть такие зрители, которые готовы считывать это и готовы работать вместе с нами, и воспринимать, и вслушиваться. Именно это помогло вам перешагнуть через себя и все-таки выйти на сцену с этим произведением? Да, когда мы играли в Петербурге первый раз, я читала и все ждала, когда же сейчас будут зрители уходить. Ну вот сейчас точно встанут и уйдут, и они не уходили. И 10 минут, и 15 минут, и 30 минут, и полтора часа они сидели и слушали. Это первое. А второе, просто иметь еще раз возможность поблагодарить и сказать там им, где-то обеим, и Цветаевой, и Ахмадулиной, высказать эту благодарность от меня, от их потомки, это какое-то огромное счастье. В первой счастье вы предстаете, как уже сказали, в образе Марины Цветаевой, во второй Ахмадулиной. Нет, 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 категорически нет, там нет образов. Я не играю Цветаеву, я не играю Ахмадулину. Там есть только одно желание поделиться этой словесностью, этой поэзией, этим текстом и донести его по возможности как, ну, более или менее точно. У меня нет как актрисы, я не играю, это такой странный жанр. Вы сказали о том, что вас на сцене не существует, но есть саксофон и фортепиано. Они существуют на сцене, и какую функцию выполняет в данном случае музыка? Музыка выполняет функцию ту же, что и я. Это такая возможность донести вот тот эмоциональный срез, который существует в этих произведениях. Все наше стремление, когда мы придумывали, мы придумывали все сами. У нас не было никого, ни режиссера, ни третьего глаза со стороны. Все наше стремление было сделать так, чтобы это была единая некая ткань, в которой ничто бы, никакая мелочь не отвлекала от замысла, который мы прочитали в этих произведениях. То есть мы все, это вот три такие составляющие. Саксофон, рояль и голос, которые, перемешиваясь между собой, я надеюсь, очень создают один единый голос, или одну единую музыку, или одну единую гортань. Вот тех нервов, той эмоций, того смысла, которые имели в виду, или как нам кажется, что имели в виду эти два прекрасных поэта. Вы в одном из интервью сказали, что для вас вот эта постановка – это возможность показать, ну, такие, наверное, варианты побега из выхолощенной и бесчувственной реальности. Вы действительно считаете, что реальность настолько бесчувственная сегодня, и с этим нужно что-то делать? Или все-таки утрировали? На самом деле, я думаю, что мы все взрослые люди, и понимаем, что все равно мир, он не будет существовать по каким-то заданным детским канонам. И в этом мире присутствует все – и добро, и зло, и горе, и радость, и предательство, и настоящая дружба. В сегодняшнем дне это просто более актуально, потому что цивилизация технологичная или там умершвленная, она убежала вперед так сильно, и все происходит в таких скоростях невозможных. Я лично, например, я не знаю, как вы, лично я не успеваю отслеживать даже новости, я не успеваю отслеживать новинки, которые появляются в технике. Я все время где-то нахожусь в пространстве, я не успеваю общаться с друзьями по-настоящему, так, как бы мне хотелось. Это все так ускорило свои темпоритмы, что возможность вернуться и оглянуться назад и увидеть, что за каждым словом стоит такой объем, и такое дыхание, и такое спокойствие. Для меня это настоящая озоновая роща. Если кто-то считает по-другому, значит по-другому. Это мое просто абсолютно личное, может быть, заблуждающееся, но приглашение, вот, однажды выдохнуть. Не только жить в таком состоянии, однажды выдохнуть, и просто вслушаться, и просто остановиться, и просто подарить себе эту прозу, эту поэзию. Чулпан, хочется, чтобы в вашей жизни было место не только для творчества и для добрых дел, но и для общения с друзьями, чтобы вы могли уделять время и своим каким-то эмоциям, и душевным желаниям. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо.